Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Будьте здоровы! Теперь диспансеризацию можно будет пройти без отрыва от работы. Медики будут принимать и в выходные дни. Благоустройство в преддверии летнего сезона – теперь одна из основных задач поддерживать чистоту и порядок на анапских улицах. Безопасность прежде всего. В Джигинке открыли мост через железнодорожные пути. Сегодня состоялась очередная 24-я сессия Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа». Её провёл председатель Совета Леонид Кочетов. В работе сессии принял участие глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев и его заместители. Всего в этот день депутат рассмотрели 11 вопросов. О поддержке муниципалитетам Анапского районного казачьего общества прозвучало в отчёте Атамана Плотникова за 2016 год. Не каждая территория Кубани берёт на себя обязательства по содержанию казачьей дружины. В Анапе обеспечение безопасности – приоритетный для власти вопрос. Казаки – серьёзные помощники в охране общественного порядка. Сергей Павлович выделяет деньги на содержание муниципальной дружины в охране общественного порядка на постоянной основе. Это много, не мало, около 18 миллионов в год. Это помощь казачьим кадетским классам в районе 800 тысяч рублей в год. Это на спорт, который проводит Анапского района казачьего общества. Это в районе 300 тысяч рублей в год. Заместитель главы города Яна Дуплякина одолжила депутатам об исполнении муниципального бюджета за прошлый год. В финансовом плане год был сложным. Каковы перспективы 2017-го? Где скрыты резервы для наполнения бюджета? Нужно думать о приучении дополнительных, прежде всего, доходах. Это мини-гостиницы искать, правильно? Это те, которые никогда не платят у нас налоги. Мы с вами платим честно и добросовестно, и куда денется. Зарплату повысите, налогбюджет у вас увеличится сразу, НДФЛ увеличится. Другие сочники надо искать. Например, гостиницы, которые стоят на земле, оформленные под индивидуальную жилую застройку. Глава Анапы настаивает, депутатам, контролирующим ведомством, налоговым органам надо занимать активную позицию, а не констатировать факт теневого бизнеса. Уважаемые коллеги, жить надо здесь. Жить надо проблемами того населенного пункта, которым мы руководим. Нам население доверивает. Мне и вам. А не тем, что где-то к чему-то приспосабливаемся. У нас дополнительных источников еще на половину годового бюджета. Только надо принимать меры. Меры драконовские. И меры надо принимать всем миром. Тогда будет толком. После острой дискуссии депутаты перешли к обсуждению не менее важного вопроса. Сохранение зеленых зон в Анапе. Начиная с 2013 года на кадастровый учет с видом разрешенного использования зеленые насаждения общего пользования поставлено 17 парков и скверов. Городские власти продолжают эту работу. Еще один проект – сквер Гудовича и Ореховой рощи. Проектом предлагается на территории парка Ореховая роща создать особо охраняемую природную территорию. Также утвердить положение об этой УПТ, которое определяет местонахождение, площадь, границы, режим и виде хозяйственной деятельности на территории парка. Депутаты единогласно приняли решение о создании двух особо охраняемых природных территорий местного значения. Диспансеризация становится доступнее. Теперь медики готовы принимать инопчан и по выходным, и даже с выездом на предприятие. О необходимости обследования в нашем материале. Теперь пройти диспансеризацию можно даже в выходной день. Уже в эту субботу с 8 до 12 часов двери профилактического отделения будут открыты. Процедура проста. Необходимо заполнить анкету и получить направление для обхода специалистов. Ольга сегодня в числе пациентов. Жалоб нет, но говорит, лучше перестраховаться. Просто посоветовали и напомнили, что пора проходить диспансеризацию. На самом деле ничего пока не беспокоит. Для предупреждения опасных заболеваний медики раз в три года рекомендуют проходить диспансеризацию. Это позволяет выявлять хронические болезни на ранних стадиях, что уменьшает вероятность осложнений. Но многие от этого отказываются, ссылаясь на занятость. Сейчас пройти обследование можно и без отрыва от производства. Те руководители, которые желают провести диспансеризацию на месте для своих сотрудников, могут позвонить по телефону 547-33. Это секретарь. Второй номер телефона 547-04. И мы с удовольствием проведем диспансеризацию на месте. Диспансеризация сегодня – это здоровье анапчан завтра. Предупредить тяжелые заболевания гораздо проще, чем их лечить. В этом году медицинское обследование должны пройти почти 12 тысяч человек. Сегодня обследовалось чуть больше трех с половиной. У 70 из них нашли различные патологии. Особенно медики отмечают ухудшение ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Намного инфаркты помолодели, инсульты помолодели, тоэшемические все дела помолодели. То есть возрастная категория уже начинается где-то даже с 30 лет. В особой группе риска – мужчины. Если женщины стараются следить за своим здоровьем, то мужское население приходит тогда, когда, как говорится, стало невмоготу. Чаще обращаются, конечно, женщины. Мужчины уже обращаются на поздних стадиях заболевания. У них, да, крайне редко они неохотно приходят в поликлинику, поэтому у них уже поздние стадии выявления. Когда требуется уже оперативное вмешательство, да, допустим, если при сахарном диабете, то инсулин уже приходится уже подключать. Диспансеризация проводится в несколько этапов. На первом – общее обследование организма. В случае обнаружения отклонений от нормы делают полное обследование узкопрофильных специалистов. В мероприятии также могут принять участие и жители сельских округов. Медики городской поликлиники готовы выезжать в станицы и села Анапского района. Более подробную информацию можно получить по телефону 546-33 или 547-04. Коммунальные службы Анапа продолжают благоустраивать город. Сегодня сотрудники Римстрой приступили к работе на одном из самых проблемных городских объектов. Пешеходную зону, названную в народе 100-метровкой, начали приводить в порядок еще осенью. Тогда восстановили тротуарную плитку. Но владельцы многочисленных торговых точек свели всю работу коммунальщиков на нет. Машины, на которых предприниматели привозили товар в свои магазины, разбили дорогу. Теперь движение транспорта здесь полностью запрещено. В бетонированы ограничительные столбы, а рабочие меняют поврежденные части тротуара. В районе набережной тем временем завершили работы по монтажу пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но на этом работа не завершится. Помимо ремонта коммунальщики практически в круглосуточном режиме будут поддерживать порядок и чистоту на городских улицах. Также работы будут продолжаться по частичной окраске, где что-то не покрашено. Также работы будут продолжаться в сфере доступная среда по устройству пандусов. И работы, которые будут поставлены администрацией, будут продолжаться выполняться в текущем режиме. В Джигинке открыли мост, который соединяет две части села. До этого местные жители ходили по железнодорожным путям, что далеко не безопасно. Местные администрации подчеркивают, что мост был крайне необходим. Подрядчики утверждают, что он прослужит десятилетия. Открытие символическое, чтобы осталась память. Мостом уже активно пользуются сельчане. Олег и Данил закончили девятый класс. Помимо занятий, они ходят в спортивные секции. Поэтому переходом будут пользоваться не один раз в день. Хорошо сделала, отличный. Ну как, вроде безопасно, но когда торопишься, сложновато. В принципе, конечно, нужен был. Мост длиной около 70 метров, если не считать подъема и спуска. Оборудован механизмом для транспортировки человека на инвалидной коляске. Работать подрядчики начали осенью прошлого года. Сложностей не было никаких, кроме как работа в окно, в движение поездов, устанавливать какие-то пролетные, там еще работы. Нужно было заказывать окно, то есть технологическое. То есть это остановка поездов. Самое большое окно было 4 часа, больше не дают. Определенные коррективы внесла погода. В местной администрации строителям оказывали максимальное содействие. Объект здесь называют долгожданным. До этого у жителей села был выбор рисковать жизнью или делать крюк около полутора километров. Данный мост значимый для села Джигинки, потому что железная дорога у нас делит населенный пункт на две части. Этот мост был жизненно необходим. В той половине также проживает много пожилого населения, много детей. Поэтому школа у нас находится в этой половине населенного пункта. Поезда скоростные идут на большой скорости. Мост был очень важен для нашего населенного пункта. Как говорят подрядчики, специальная окраска рассчитана более чем на 20 лет активной эксплуатации, а сами конструкции из очень прочной стали. Простоят минимум полвека. Акция «Стафета памяти», приуроченная движению на встречу 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, прибывает в Анапу. Завтра в сквере боевой славы у мемориала «Вечный огонь» Крымский район передаст эстафетный огонь нашему городу воинской славы. Акция стартовала 19 февраля в Краснодаре и представляет собой торжественную передачу от района к району лампады с горящей свечой, символизирующей увековечение подвига наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины. Завтра в 11 часов у мемориала «Вечный огонь» состоится митинг памяти. А 27 мая члены движения «Юнармия» Анапы продолжат эстафету памяти и доставят эстафетную лампаду в город-герой Новороссийск. За два месяца число жителей города-курорта Анапы, зарегистрированных на портале государственных услуг, увеличилось примерно на треть – с 16 до 24 тысяч человек. Об этом сообщили в муниципальном многофункциональном центре. Мы планируем до конца этого года зарегистрировать порядка 90 тысяч граждан города-курорта Анапы, именно которые зарегистрированы постоянно, то есть на нашей территории. Пользуются этими услугами очень большой процент населения города-курорта Анапы, это фиксируется тоже нашими IT-специалистами. На сегодняшний день, то есть вот по состоянию на 25 мая, уже воспользовались данными услугами с начала года, порядка 70 тысяч обращений зарегистрировано через портал государственных услуг. Для того, чтобы создать личный кабинет на портале государственных услуг, необходимы паспорт и страховое свидетельство СНИЛС. Процедура занимает порядка 15 минут. После этого гражданин России получает доступ к услугам электронного правительства. Не выходя из дома, можно узнать о налоговой задолженности, состоянии пенсионного счета, оплатить дорожные штрафы, а также ряд пошлин со скидкой порядка 30%. В режиме онлайн можно заказать замену или выдачу паспортов внутреннего и международного водительского удостоверения охотничьего билета. Список услуг постоянно расширяется. Анапские дворы на лето превратятся в молодежные кварталы. Управление по делам молодежи готовит обширную куникулярную программу для юных анапчан. Занять общественно полезными делами планируется 11 тысяч ребят, отдыхающих от школьных уроков. В городе и сельских округах в течение всего лета будут работать 54 дворовые молодежные площадки ежедневно в будни с 5 до 8 вечера. Мобильная группа игротехников будет перемещаться по городу, организуя во дворах развлекательная программа «Нон-стоп». В летние месяцы продолжат свою работу и подростково-молодежные клубы, их в Анапе 43. Также планируется проведение фестиваля туризма и соревнований по скалолазанию на искусственном рельефе в целях популяризации и направления активного отдыха в молодежной среде. А муниципальные учреждения молодежный центр 21 век и центры занятости населения традиционно организуют мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних на летний сезон. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин